Добрый вечер, я Александр Иванчиков. Сегодня расскажу вам о том, какие темы были самыми популярными у комментаторов в бурятском сегменте интернета. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Эту поговорку нашим чиновникам стоит вызубрить и повторять перед каждым выходом к журналистам как мантру. Сразу несколько политиков отличились на этой неделе словоблудием. Начнем, пожалуй, с Александра Чепика, который на совещании в Джидинском районе сказал буквально следующее. У кого ума нет, идут в ПЕД. Пенсионеры, наверное, лезут на высшие категории и не дают работать молодежи. Директора ваши сами, наверное, учились на двойки, тройки. У кого ума нет, тот у нас зампред. У кого ум есть, идут в Рязанский сельхозинститут и баста. А у кого ума палата, тот живет не на зарплату. У кого стыда нет, идут в зампред. Кстати, многие из известных в Бурятии людей, в том числе и коллеги Александра Евгеньевича, в свое время окончили ПЕД. Например, Батуевцы Дынжаб, Левантуев Андрей, Хабаркова Светлана, Гопылова, а сейчас Жамбалова Юлия и Алдар Дамдинов, министр образования Республики Бурятия. Предлагаем в комментариях к этому видео оставить свое продолжение известной студенческой поговорки, учитывая то, что Александр Чепик – выпускник сельхозинститута. Наш следующий бессменный ньюсмейкер Александр Голков на прошедшей неделе дал очередное интервью. Видимо, вопросы коллег показались ему более интересны, чем наши. До свидания. Когда придете, будет о чем-то интересном поговорить. Я хочу еще с вами поговорить. Нет, я не хочу. Пользуясь случаем, официально приглашаю Александра Голкова к нам в студию. Уверяю, интересных вопросов у нас целая пачка. И эфирное время мы готовы предоставить абсолютно бесплатно. Не успев вернуться из Магнитогорска, Александр Голков также посетил юбилей славного города Улан-Батор. Видимо, в нашем городе его совсем ничего не держит. А теперь небольшая подборка хороших и добрых комментариев про нашего мэра. В городе проблем нет. Голков же вам сказал, что у него все расписано как по нотам. Все крутится, все вертится. Так почему же ему не скататься в Магнитогорск, а потом в Улан-Батор? Ездите, Александр Михайлович, везде по миру. И не слушайте этих идиотов. От их подписи ничего не зависит. А от вашей мир во всем мире. Действительно, давно замечено, скромность украшает человека. Голков красивый политик, обаятельный, харизматичный. Его авторитет среди простого народа выше всяких наград. Федеральные органы государственной власти высоко оценивают труд Александра Михайловича Голкова. Это и почетная грамота ГДРФ, почетные грамоты профильного комитета ГДРФ, счетные палаты РФ, медали за личный вклад в развитие местного самоуправления и другие. Кое-кого жаба давит от того, что Александр Михайлович Голков их заслуженно получает и является признанным влиятельным политиком в нашей стране. Вот так почитаешь, что прикормленные тролли настрочили, и понимаешь, мэр-то наш золотой человек. И напоследок, на этой неделе огласили приговор доценту Взгуту за пьяное ДТП. Итог 30 тысяч рублей и два года пешком. Только и всего? А теперь представим, что было бы, если бы на месте пострадавшего был экс-депутат, а на месте виновника простой мужик. Отделался бы мужик так же легко. А уволить что забыли? И такие учат студентов. Зря подкупился пострадавший. Необходимые деньги на лечение через суд все равно бы получил, а заодно депутата бы проучил, чтобы неповадно было в пьяном виде ездить. От безнаказанности он может еще больше распуститься и опять сядет пьяным за руль. По мнению многих, наказание более чем мягкое, учитывая то, что виновник ДТП свое водительское удостоверение до сих пор не отдал. Это были наиболее обсуждаемые темы на этой неделе. Пишите чаще, пишите больше и веселее. До следующей недели.